Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин в этом выпуске вы узнаете, над каким районом Донбасса берет шество Новосибирская область, почему планируют ликвидировать систему ЕГЭМ и кто может посетить новосибирский зоопарк бесплатно. Новосибирская область берет шество над Беловодским районом Луганской народной республики. Об этом заявил губернатор Андрей Травников. В правительстве оценивают масштаб предстоящих работ. Беловодский район находится на северо-востоке ЛНР на границе с Ростовской областью. Наш регион активно поддерживает жителей Донбасса. В Луганской народной республике сейчас работает уже четвертая команда новосибирских медиков, а в Донецкой находятся наши волонтеры. Жителям Беловодского района теперь смогут оказывать адресную поддержку. Сегодня готовится команда для посещения этого муниципалитета, для оценки ситуации, для определения первоочередных мер поддержки. Конечно, в первую очередь это специалисты-коммунальщики, представители социальных сфер, занимаются формированием команды Сергея Николаевича Семка. Систему ЕГЭ могут ликвидировать после отказа от баллонской системы, заявил председатель партии ЛДПР Леонид Слотский. Цитирую политикам, баллонской системе образования нет места в современной России, думая, что после возвращения от нее к нашей родной, лучшей в мире системе образования, ЕГЭ тоже будет ликвидирован. Не сразу, пошагово. Нас нельзя взять самыми современными видами оружия, мы самая сильная держава в мире. Нас можно взять иначе, оболванив нашу молодежь, когда знания подменяются баллами, а это недопустимо. Конец цитаты. Областной фестиваль ГТО среди семейных команд прошел в Куйбышеве. Победитель отправится на всероссийский этап конкурса в Калининград. Подробности у моих коллег. На хороший результат сегодня нацелена вся команда. Мама Анна, папа Кирилл, дочь Яна и дедушка Сергей Иванович. Для семьи Данько и Куйбышева эти соревнования уже третьи. Первые были у нас два года назад на зимних сельских играх. Мы были в Татарске. Ну, заняли, по-моему, четвертое место. Потом мы недавно участвовали в «Мама, папа, я готовлюсь на семья». Заняли первое место. Теперь борются за путевку на всероссийский этап. В финал областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» попали сильнейшие команды из 15 районов области. Фестиваль, конечно, уникален тем, что сразу три поколения выходят на старт. И на самом деле это показатель именно того, что когда в семье традиции здорового образа жизни и, так скажем, любви к занятиям физической культуры. Движение ГТО в Новосибирской области стартовало шесть лет назад. К нему уже присоединились 250 тысяч жителей региона. В тройке лидеров по количеству участников – Каргатский, Куйбышевский и Сузумский районы. Семья Карташовых-Макаровых из Татарска в ряды ГТО вступила недавно. Однако это совсем не помешало команде пройти муниципальный отбор и попасть в финал. Стараемся вести здоровый образ жизни, детей своих приучаем, внуков. Ну и сами немножко держимся в форме. Самое сложное для нас – это бег на выносливость. Остальное все легко. Участникам предстояло показать свои навыки в подтягивании прыжков в длину, наклонах, стрельбе, беге и метании мяча. За главную награду областного фестиваля ГТО семья Кравченко из Каргатского района борется во второй раз. В прошлом году они уже представляли наш регион на всероссийском этапе. В тройку призеров тогда не попали, но они готовы взять реванш на этот раз. Готовились. Что-то не получилось. Первый раз семья ехала, где-то не доработали. Не хватило? Опыта, наверное, семейных соревнований. Надо чаще проводить. За год наша семья практически не разлучалась. Тренировки ежедневные. Что нужно еще для семьи? Раз, два, в трех поколениях. Семья Кравченко по итогам двух дней соревнований оказалась самой спортивной и отправляется защищать честь Новосибирской области на всероссийских соревнованиях. Они пройдут в Калининграде. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Завтра в Новосибирском зоопарке пройдет масштабный праздник в честь Дня защиты детей. Начало торжества в 10 утра. До двух часов дня будет действовать бесплатный вход для посетителей в возрасте до 16 лет. В программе мероприятия творческие конкурсы, спортивные мастер-классы по зарядке, и скандинавской ходьбе. Для всех желающих будут работать площадки по шахматам, самбо, боксу и другим видам спорта. Пройдут экологические викторины и конкурсы с подарками для юных участников. В финале праздника в 6 часов вечера для всех гостей выступит популярная новосибирская группа. Завтра изменится расписание пригородных поездов Новосибирской области. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на пути. Корректировка во времени следования составит до 37 минут. Новый график движение поездов будет действовать по 8 июня. Изменения коснутся 11 электричек. Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте перевозчика, по телефону 050, а также на станциях и остановочных пунктах железной дороги. В российское законодательство впервые внесут понятие «рейдерство». Соответствующий законопроект разрабатывают в партии «Новые люди». В документе обозначают основные направления для формирования будущего законодательства в целях противодействия «рейдерству», определяют принципы его предупреждения, минимизации и ликвидации последствий подобных правонарушений. В партии «Новые люди» считают, что рейдерские захваты могут грозить не только крупным предприятиям, но и владельцам малого и среднего бизнеса. Особая привлекательность таких объектов для рейдеров в том, что они менее защищены. А преступников в таких случаях больше всего интересует недвижимость. Сейчас эксперты вносят поправки в законопроект. Кроме того, депутаты проводят консультации со специалистами счетной палаты. В деревне Кривояж в начале лета будет введен в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт. В Болотнинском районе он станет шестым по счету, построенным в рамках национального проекта здравоохранения. На 2022 год запланировано строительство еще двух фапов. В деревнях Большая Черная и Байкал. Ольга Асанч, как и многие кривояженцы, пришла в новый фап не лечиться. Посмотреть. Не только давление померить, но и надо посмотреть, что у нас находится на фапе. Действительно ли так, как говорили. Короткий срок в центре деревни построили современное модульное здание. Подключили коммуникации, укомплектовали необходимым оборудованием. У нас ЭКГ-аппарат новый, ингалятор компрессионный, шины, дефибриллятор, амбул. Список оборудования занимает несколько страниц. Фап оснащен всем необходимым для оказания плановой, неотложной и экстренной помощи. Своевременная диагностика поможет сельскому медработнику вовремя заметить отклонение здоровья у пациента и при необходимости помочь. Я же могу снять кардиограмму, уже по телефону могу получить консультацию с врачом. То есть она посмотрит, и нам тоже даст консультацию, как дальше вести нам пациента. То есть в этом плане, конечно, нам это все помогает. В селе живут более 300 человек, среди них 60 детей. До райцентра почти 30 километров. Я очень рада, что у нас такой ФАП появился. Он нужен. У нас много пожилых людей, которые не могут выехать, например, в Болотное. Стоительство современных ФАПов позволяет повысить доступность медицинской помощи. Так работает национальный проект здравоохранения. У меня таких сомнений не было, потому что я смотрю все новости, слушаю президента. Ну и я верю ему на 100% президенту. Он же говорил, что все проекты, которые начаты, будут закончены обязательно. Кривояшинский ФАП официально откроют в июне. На сегодняшний день в Болотницком районе построены 6 новых сельских здравниц. До конца 2022 года запланировано строительство еще двух. Рынок рекламных конструкций в Новосибирске требует изменений. Горожане жалуются на заселье баннеров и растяжек, а чиновники сетуют, что конструкцию уродует город. С подробностями Дмитрий Белькевич. Наружная реклама. Новосибирский двигатель торговли или уродующее лицо города. Новосибирские парламентарии, представители науки и бизнес-сообщества решили разобраться в этом вопросе. Чиновники оперируют фактами, мол, центральные улицы мегаполиса испещрены рекламой, польза которой сомнительно. Мифы о пользе наружной рекламы на совещании в стенах мэрии развеяла ректор Государственного университета архитектуры и дизайна Наталья Багрова. Мол, все это устарело, товары и услуги более популярными не делает и доходов в казну с гульки нос. Как показывают исследования в области маркетинга, стационарные, твердые носители, к сожалению, говорят об отсутствии избирательности аудитории с одной стороны и индифферентности рекламодателей к инструментарию коммуникации с другой. Но выводы экспертов и мнение научного сообщества, кажется, бизнес не слышит. Очень важным для нас является такой феномен, который на самом деле остался только в городе Новосибирске практически, его уже нигде нету, в крупных городах так точно. Это так называемые матрешки, когда у нас под конструкцией одного размера стоит конструкция чуть меньше, потом еще чуть меньше. Конечно, от этого нужно уходить. Но пока как-то не особо получается. Где-то рекламные операторы самостоятельно такие конструкции демонтируют и расторгают договоры. Но и в таком случае на месте ранее ликвидированного баннера или лайтбокса часто появляются новые. Правила установки рекламных носителей следует унифицировать и ужесточить, считают эксперты. Та схема размещения рекламных конструкций, которая у нас сегодня есть, она сложилась стихийно. Она сложилась, ну вот, когда-то ставили без всяких схем, да, то есть ставили конструкцию, где поставили, значит, там они и выросли. И получается такая ситуация, что у нас есть места с зашкаливающим количеством рекламы, а есть места, где она вполне могла бы быть, но ее там сегодня нет. Как размещать рекламу в районах города еще предстоит решить. И такие встречи, как сегодня, вероятно, станут регулярными, пока не появится единая концепция. Дмитрий Белькевич, Константин Менин, Новости ОТС. В партии пенсионеров России за социальную справедливость предложили муниципальным властям оперативно выделить бесплатные торговые места для садоводов на сезонных ярмарках. По данным мониторинга партии, в этом году каждый десятый владелец дачного участка намерен реализовать излишки овощей и фруктов. Однако бесплатных мест для всех не хватает, а за торговлю в несанкционированных местах предусмотрены штрафы до 2000 рублей. И, как считают в партии, именно выделение мест на продовольственных ярмарках могло бы решить эту проблему. Большинство автомобилистов Новосибирской области, а именно 65%, раздражает, когда другие водители намеренно объезжают пробки по свободной полосе и вклиниваются в ряд. Таковы данные опроса сайта Дром. Нервируют людей также езда по обочине и движение на две полосы. Помимо прочего, половина респондентов злятся из-за невключения поворотников. Медлительность возмущает 46% автовладельцев, а каждый третий раздражается из-за неправильной парковки. Опрошенные пожаловались и на незнание другими водителями правил проезда перекрестков и использования телефона за рулем. Нашлись и те, кто во время езды не испытывает негатива вовсе. Таковых 3%. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин